Относительно недавно я рассказывал о невыносимых условиях работы в стенах польской студии Techland. Отсутствие творческой свободы, тотальный контроль со стороны руководства, постоянные переделки и так далее. Но теперь же всё стало более ясно и я готов поведать вам об этом и о других игровых новостях последних дней в формате Blitz. Но начнём с главного. Так, ответ Techland не заставил себя долго ждать. Всё в порядке, это было давно и вообще не правда, но самое важное. Помимо коротенького тизера, игрокам пообещали рассказать о Dying Light 2 уже в самом скором времени. Было выпущено даже специальное обращение. Dying Light 2 – масштабный и сложный проект. Нам требовалось время на полноценную реализацию нашего творческого видения. Вся команда вложила своё сердце и душу в создание игры, которая будет способна затянуть вас на месяцы. Также разработчики попросили и дальше поддерживать их, особенно в такие тяжёлые времена. И пригласили игроков в их официальный Discord, где они ответят на все вопросы. Что из этого выйдет и когда же Dying Light 2 получит дату релиза, узнаем уже совсем скоро. Но чем разбавить рутину и скоротать ожидания очередных новостей о Dying Light 2? Например, купить Xbox Game Pass и наслаждаться всей библиотекой EA Play, которая стала доступна уже сегодня. А это более 60 игр, включая Star Wars Jedi Fallen Order, Titanfall 2, Need for Speed Heat, серия Battlefield, Commandant Conco и многое другое. Не стоит забывать и про всякие плюшки, вроде ранних демо-версий, эксклюзивных скидок и внутриигровых наград. Но конкуренты Microsoft не дремлют. Программа Play at Home от Sony придёт к вам на помощь. Уже в следующую пятницу вас ожидает целый набор бесплатных игр. Abzu, Enter the Gungeon, Res Infinite, Subnautica и The Witness. А также ещё четыре игры для PSVR. Astro Bot Risk Mission, Most, Dumper и Paper Beast. Но на этом аукцион невиданной щедрости не оканчивается. 1 апреля в Play at Home появится Ratchet & Clank, а уже с 20 апреля и по 15 мая Horizon Zero Dawn. Поспешите ухватить, программа завершится уже в июне. Вот так всему приходит конец. Даже силы ада не могут царить вечно. Ведь уже сегодня, 18 марта выходит последнее дополнение к Doom Eternal – The Ancient Gods Part 2. Палач Рока, легендарный Думгай, бросит вызов самому тёмному владыке, поставив грандиозную точку в эпической саге. Последний бой, последний выстрел из двустволки и вот он, долгожданный покой. По крайней мере на какое-то время. А пока Думгай сражается в аду за наше светлое будущее, Activision Blizzard активно подстраивается под коронавирусные реалии. В будущем, да чего уж там, в настоящем, когда офлайн-мероприятия перестали быть нормой, то на их обслуживание нужно меньше людей. Именно поэтому компания уволила почти 50 сотрудников, ответственных за развитие киберспорта. В основном они отвечали за Overwatch League и Call of Duty League. Но это лишь вершина айсберга. Западные издания утверждают, что Activision Blizzard уволила около 190 своих людей. Включая титанов, на чьих плечах держится вся индустрия видеоигр. Самих повелителей телефонов ваших мам, разработчиков Candy Crush. Бобби Котик очень сильно из-за этого расстроился, поэтому ему назначили премию в 200 миллионов долларов. Эх, держись, дружище, а мы пока тут, как говорится, последний Overwatch без сиквела доигрывать будем. Но пока одни увольняют, другие набирают. Студия Crystal Dynamics, которая перезапустила серию Tomb Raider, ищет новых сотрудников для работы над новой секретной ААА-игрой. Естественно, никаких деталей о самой игре нет, но я предполагаю, что речь идет о следующем, следующий части похождений Лары Крофт. На то есть несколько причин. Во-первых, серия Tomb Raider отпраздновала свой 25-й день рождения. А во-вторых, Crystal Dynamics отмечали, что весьма серьезно озадачены текущим состоянием легендарной франшизы. А тем временем портал WCCF Tech пообщался с соучредителем студии Fantastic, разрабатывающей Выживач The Day Before. По его словам, главной фишкой игры станет динамическая смена погоды и снежные бури, которые смогут прикончить даже самых опытных выживших. Также стало известно, что мир The Day Before будет бесшовен, но самое главное внимание будет уделено городу и его окрестностям. Тем не менее, игроки смогут исследовать фермы, маленькие поселения и даже горы, которые были созданы полностью вручную. The Day Before выйдет только на ПК. Ну а теперь к приятным новостям. Помните, как GTA Online грузилась по пять, а то и десять минут? Все, этим отвратительным временам конец. Спустя шесть лет, конечно, но не суть. Недавно разработчики выпустили патч 1.54, основанный на работе одного единственного фаната. Он нашел проблему, прислал решение Rockstar, и те не только воспользовались его трудом, но и выплатили премию в размере 10 тысяч долларов. Главное, чтобы не внутриигровых. Теперь же, GTA Online должна запускаться в два-три раза быстрее. Одно лишь но — данный патч крашит игру на Xbox. Тем не менее, по заверениям разработчиков, эта проблема будет решена уже в ближайшем времени. Студия Заум объявила дату релиза Disco Elysium The Final Cut. Расширенное издание выйдет 30 марта на ПК, PS4 и PS5. На Xbox One и Switch проект появится летом текущего года. Владельцам стандартной версии новый вариант достанется бесплатно. Главное, чем отметится расширенное издание — полное озвучание и четыре новые миссии. Кроме того, оно порадует дополнительными анимациями и улучшенными эффектами освещения. Microsoft объявила, что 10 апреля проведет мероприятие под названием Age of Empires Fun Preview. Это шоу, в первую очередь отметится геймплейной демонстрацией Age of Empires 4. Ранее разработчики из студии Relic показывали лишь трейлер стратегии с вкраплениями игрового процесса. Шоу начнется в 22.00 по Москве и продлится полчаса. Кроме геймплея четвертой части, мероприятие отметится новостями об Age of Empires 2 и 3 Definitive Edition. За месяц до выхода Mortal Kombat в прокат журналистам нескольких изданий показали вступительную часть фильма, а затем они пообщались с режиссером. Первые 15 минут фильма – это флешбек, рассказывающий о противостоянии будущих Саб-Зиро и Скорпиона. Весь бой персонажи ругаются, но ни один из них понятия не имеет, что хочет сказать оппонент. Саб-Зиро говорит на китайском, Скорпион на японском. Создатели фильма не шутили, когда обещали показывать суть персонажей, а не рассказывать о них. В первые 15 минут произносится всего несколько реплик, но становится ясно – вот Ханзо и его любящая семья. Вот злодеи, сделавшие с ними нечто неприятное. Все выглядит очень правдоподобно. Просто невозможно нормально экранизировать игру, где персонажи вырывают друг другу глаза и обойтись рейтингом для всей семьи. Зрители сразу поймут, что что-то не то. Но игра все-таки жестче, чем Mortal Kombat. Фильм прорабатывали 7 лет, за это время вышло несколько финансово-успешных картин, например, Дэдпул. В итоге Warner Bros. решили, что в концепции Mortal Kombat что-то есть. Британский садоводческий ресурс Watched открывает новое направление. Теперь его специалисты будут консультировать англичан не только по поводу реальных садов, но и по поводу виртуальных. Компания предлагает всем желающим нанять садовника, способного привести в порядок мир клиента в Майнкрафт. Консультант изучит виртуальный мир клиента и поможет превратить его в мир вашей мечты. Одновременно компания занялась поиском самих консультантов. Фанатам Майнкрафт предлагается работа мечты. Они будут проводить время в любимой игре, творить и зарабатывать неплохие деньги — 50 фунтов в час. Главное — это разбираться в Майнкрафт, обладать творческой жилкой и уметь общаться с людьми. Кроме того, плюсом будет знакомство с реальным садоводством. Но, увы, в компании не уточнили, сколько садовников планируется нанять и когда начнется работа на грядках и в садах. А теперь о наболевшем. Дефицит видеокарт Nvidia нового поколения может растянуться еще на несколько месяцев. Рост поставок не ожидается до третьего квартала нынешнего финансового года компании, то есть до августа. Сама Nvidia постоянно сдвигает сроки нормализации положения дел на рынке. Основная проблема прежняя — недостаток производственных мощностей у Samsung, основного партнера компании. В попытках ее решить Nvidia решила передать часть производства TSMC. Сейчас чипы TSMC используются в видеокартах Nvidia предыдущего поколения. Предполагается, что в обозримом будущем компания может начать выпускать чипы и для карт серии RTX 3000 серии. В то же время источники шведского ресурса SwagLockers утверждают, что дефицит видеокарт будет ощущаться на протяжении всего года. Видимо, примерно в таком же положении находится конкурент Nvidia, корпорация AMD. Если верить инсайдерам, новая видеокарта Radeon RX 6700XT поступит в продажу в очень ограниченном объеме. О значимом увеличении производства карт пока ничего не сообщалось. Далее, Джефф Грабб, журналист VentureBeat, на 90% уверен, что уже на Е3 солнцеликий Тодд Говард анонсирует Skyrim на… Понял, понял, больше не буду. В общем, на Е3 Тодд, купи пожалуйста, Говард анонсирует Starfield. Более того, игра вполне может выйти уже в ноябре и об этом сообщали еще два инсайдера. Вымысел или все так и есть? Не знаю, пойду поиграю в Skyrim. Просто в Skyrim. Просто на компьютере. Так, ну а теперь давайте поговорим и обсудим последние новости. Как думаете, хорошо ли, что фильм по Mortal Kombat получил рейтинг для взрослых? А что скажете насчет того, что Dying Light 2 не в производственном аду? Короче говоря, давайте пообщаемся в комментариях про все происходившее в последние дни. И поделитесь своими мыслями. Ну а я как всегда жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в дискорде и на лайв-канале. Ну и приглашаю подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV. Смотрите и играйте вместе с нами.